Вместе прожить 60 лет – это огромное счастье и великий труд. Бриллиантовую свадьбу 7 сентября отпразднуют супруги Филипп Филиппович и Нина Дмитриевна Маестренко из села Львовского. Они познакомились, когда были молоды и красивы. Оба родились в простых крестьянских семьях. Филипп Филиппович был очарован Ниной и решил жениться. В 1958 году сыграли свадьбу. Филипп Филиппович окончил техникум ПГС, работал сначала мастером-строителем, потом прорабом, строил сахарные заводы. Анина Дмитриевна трудовой путь начала в Краснодаре в ателье в должности швини. В ноябре 1958 года главу семейства призвали в армию. Службу начал в Московском округе ПВО. Затем поступил в радиотехническое училище, а в 1970 году в Академию имени маршала Жукова. В нелегкой службе советского офицера Филипп Филиппович прошел путь от звания рядового до полковника. А в должности от техника до начальника научно-исследовательского испытательного объекта. Супруга, как и положено, везде была с мужем. В 1966 году в семье родилась дочь. Больше 25 лет они прожили в городах и селах нашей страны. Окончив службу и живя уже тогда в Казахстане, семья в 1985 году вернулась в родное село. На родине Филипп Филиппович и Нина Дмитриевна устроились на работу в ремонтно-строительное управление, а выйдя на пенсию занялись домашним хозяйством. Живем, прямо скажу, скромно, но дружно. Сказать, чтобы мы не ссорились, бывает и такое, потому что кто-то из нас чего-то не услышал, кто-то чего-то не понял. Что касается принципиальных вопросов, мы всегда думаем по-единому. У нас даже мысли насчет наших детей, внуков, правнуков приходят одинаковые. И все направлены на улучшение их благополучия и благосостояния. Жизнь бриллиантовых молодоженов наполнена радостными событиями. Дочь подарила родителям внучку Аню и внука Сашу. У Ани уже два сына, а Саша, отслужив в армии и получив образование в университете, недавно женился, чем очень радует дедушку с бабушкой. Детям, внукам и правнукам всегда открыты двери гостеприимного родительского дома. У супругов Маестренко много друзей из других уголков страны. Приезжали к ним в гости старые друзья из Ставрополя, с которыми они не виделись почти 30 лет. Удивительная была встреча. Столько радости, столько общих воспоминаний. Несмотря на то, что и Филипп Филиппович Нина Дмитриевна находится уже в весьма почтенном возрасте, они по-прежнему активны и везде, только вместе. Никуда мы друг без друга не бываем. То ли День Победы, то ли поездка в Адыгею, то ли приглашение во Львовку, то ли приглашение в Северскую, мы всегда только вдвоем. Рука об руку прошли юбиляры всю жизнь. В жизни было все. Но юбилей свадьбы говорит о большой любви супругов, пронесенной ими сквозь года. И сколько же терпения, мудрости, надежды нужно людям, чтобы их хватило на 60 лет. Где-то надо женщине уступать. То, что мы женщины, иногда не смотрим на это. Уступать вот это все, что-то может не понравиться. Но надо переживать. И все мы главное не ругать мужа принародного. На столетний юбилей хутора Парона Покровский супругов Маистренко чистовали на празднике, как самых дорогих гостей. Филипп Филиппович читал свои стихи, а Нина Дмитриевна гордилась своим умным, добрым и честным супругом. Хочу выразить свое отношение к хутору, в котором родился, в котором сейчас живу. И скажу следующее, что на восточной окраине села Львовского четыре хутора стоит. Ветер серо-восточный, их деревьями шумит. Хутора вы мои, хутора, кубанская земля. На прощание Филипп Филиппович показал коллекцию самоцветов, расставленную по всему дому. Еще раз вспомнил всех тех хороших людей, которые окружали его в жизни. В чем секрет семейного счастья? Вопрос, на который многие веками не могут найти правильный ответ. А настоящий мужчина и супруг с 60-летним стажем отвечают на него просто. Стихами собственного сочинения о любимой супруге. Моя любовь еще девчонка, и смеется она еще очень громко. И до сих пор еще она в свою избранницу, Майстренко Нину Дмитриевну, по-прежнему влюблена. Жена, золотая женщина моя, божество земное, луч света в царстве бытия, существо святое. Будьте и вы, мужчины, достойны своих женщин. Они вас отблагодарят за все ваши добрые дела. Дерзайте, счастья вам и удачи. Глядя в глаза, они поблагодарили друг друга за то, что все эти годы оставались рядом. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. В этот день в поселке Афибском прошла траурная акция. Дата связана с трагическими событиями в школе номер один города Беслан в 2004 году. Школьники и педагоги собрались вместе, чтобы почтить память невинных жертв той страшной трагедии. На площади перед местным домом культуры установили импровизированный мемориал. 14 лет назад в Беслане прозвенел школьный звонок, который для 186 детей стал последним. Три дня в заминированной школе боевики удерживали более тысячи заложников, школьников, их родителей и учителей. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал своей жизни ради спасения детей. Школьникам показали документальный фильм с участием ребят, переживших бесланскую трагедию. Важно донести до детей, что такое терроризм. Пока люди помнят о трагедиях, они ценят жизнь еще больше. После просмотра ребята несли к мемориалу свечи, цветы и игрушки. Как символ памяти и скорби школьники выпустили в небо белые воздушные шары. 3 сентября. Эта тяжелая дата объединяет тысячи людей по всей стране. Помнить – это единственное, что мы можем сделать для погибших детей, их родителей, учителей и тех, кто пытался спасти каждого ценой своей жизни. Вопрос усиления пожарной безопасности объектов образования и готовный школ Северского района к новому учебному году обсудили на планерном совещании. Засушливая жаркая погода повлекла немало печальных последствий. Несоблюдение требований пожарной безопасности и есть причина большинства возгораний. На территории Северского района на сегодняшний день произошло 79 пожаров и 307 загораний. За аналогичный период прошлого года данные цифры составили 53 пожара и 148 загораний соответственно. 5 человек в 2018 году получили травмы на пожаре. За аналогичный период в 2017 году таких случаев было 3. Также зарегистрированы 3 гибели, из них один ребенок. На момент 2016 года всего один погибший. К новому учебному году проверены 73 образовательных объекта. Большинство учреждений подошли к приемке ответственно. Тем не менее выявлено 335 нарушений требований пожарной безопасности как режимного, так и капитального характера. Еще один не менее важный вопрос – диспансеризация детского населения. Что включает осмотр несовершеннолетних, рассказал заместитель главного врача Центральной районной больницы Константин Лымарев. Диспансеризация включает электрокардиограмму, лабораторную диагностику, общий анализ крови и другие исследования. По результатам диспансеризации выявлены наиболее характерные патологии. Среди детей в возрасте до 14 лет лидируют болезни органов дыхания. У детей от 15 до 17 лет характерна патология костно-мышечной системы. Во всех возрастных группах наблюдается высокий процент болезней органов пищеварения. Олимпийские игры в Токио будут доступнее для городских жителей, чем предыдущие Олимпиады. Соревнования пройдут в центре города, а не в отдаленных районах. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах. «Спорт идёт к людям. Мы больше не будем ждать на стадионе приезда зрителей. Мы сами придём к людям в центр города. Мы сделаем спорт и олимпийские соревнования частью их каждодневной жизни». Президент МОК также сказал, что в Олимпиаде 2020 будет участвовать больше молодых спортсменов, чем обычно. Через два года после игр в Токио пройдёт летняя юношеская олимпиада. Международный олимпийский комитет выразил желание провести её в Африке. Заявки подали Ботсвана, Нигерия, Сенегал и Тунис. «Это континент молодёжи, поэтому юношеские олимпийские игры очень уместны. Африка подарила олимпийскому миру многих выдающихся спортсменов. Поэтому пришло время дать этим молодым атлетам великую олимпийскую надежду и возможность соревноваться дома». Столицу летних юношеских олимпийских игр объявят в октябре на заседании МОК в Буэнос-Айресе. Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года. В ней будут участвовать более 12 тысяч спортсменов из 205 стран. Редактор субтитров А.Семкин